МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Ответы на важные вопросы, не выходя из дома, как пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции. Следствие окончено. Дело направлено в суд. Развязка кровавой поножовщины, которая случилась в январе. И все для спасения. Городская добровольная пожарная команда получила в свое распоряжение автомобиль. Ямал формирует консолидированную позицию по концепции государственной семейной политики. Документ обсудили депутаты ЗАГС Собрания округа. По мнению участников заседания, представленное на обсуждение концепции, является своевременной и очень актуальной для страны. По сравнению с теми документами, которые выходили ранее и носили явно ювенальный оттенок, этот документ отличается яркими положительными моментами. В нем четко обозначено, что к традиционным семейным ценностям относится исключительно союз мужчины и женщины. Таким образом, исключаются все обсуждения, связанные с возможностью заключения однополых браков. Отметила заместитель губернатора автономного округа Татьяна Бучкова. Пособия при усыновлении с 1 июля увеличились чуть ли не в 10 раз. Президент Путин подписал соответствующие законы. Теперь в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, единовременное пособие увеличивается до 100 тысяч рублей. До сих пор оно составляло всего 13 тысяч. Кроме того, закон избавит приемных родителей от необходимости вести учет расходов на мелкие бытовые нужды. Ведь до сих пор они были обязаны отчитываться перед органами опеки и попечительства о любой мелочи, вплоть до покупки платочков и носков. Кроме того, потенциальный усыновитель больше не обязан отчитываться о состоянии своего жилья. Закон устанавливает требования к состоянию здоровья кандидата в усыновителя и членов его семьи и оговаривает, что медицинское освидетельствование в этом случае должно проводиться бесплатно. Также ужесточаются нормы, касающиеся медицинского обслуживания детей. Существует масса вопросов, которые возникают у людей к налоговым инспекторам, и ради которых они порой часами выстаивают очереди перед дверьми в заветные кабинеты. Но все может быть гораздо проще. Оказывается, ответы на абсолютное большинство вопросов можно получить без личной встречи с налоговым инспектором и даже не выходя из дома. Все, что для этого надо, открыть свой личный кабинет на сайте инспекции. Оказывается, создать личный кабинет даже проще, чем можно предположить, или не сложнее, чем зарегистрироваться в соцсетях. Единственное, перед регистрацией придется нанести один кратковременный визит в налоговую для того, чтобы получить у специалиста регистрационную карту. Паспорт, копия ИНН, минуты три вашего времени и регистрационный документ у вас на руках. Далее набираем www.ru и на открывшейся страничке выбираем электронные услуги. Выбираем вот здесь вот на панели электронные услуги. Дальше личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Вот он сразу здесь первый. Заходим. Так мы оказались в общем личном кабинете, как бы в общей прихожей. А для того, чтобы открыть дверь уже в свой кабинет, нужен свой ключ или пароль и назвать свое имя. Это тоже просто. Имя или логин – это ваш ИНН, а пароль указан в регистрационной карте. Правда, его следует сразу же сменить. Во-первых, он очень замысловатый, и каждый раз вбивать такое количество символов просто надоест. А во-вторых, он действует максимум месяц. И по истечении этого времени всю процедуру регистрации придется повторять, начиная с похода в налоговую. Так что лучше сразу и навсегда самому закодировать вход в личный кабинет. Придумали новый пароль и добро пожаловать в свой офис. Признаюсь честно, от электронных технологий я очень и очень далека. Но даже такой непродвинутый пользователь оценит возможности интернета всемогущего. Без малого в пять минут ушло на создание личного кабинета. И вот уже я смотрю на себя глазами налогового инспектора. Не пугайтесь, если вся информация появится не сразу. Она стекается со всей России, а потому на подборку может уйти дня три. Но когда процесс завершится, то данные о ваших квартире, доме, участке земли или машине отразятся в полном объеме, включая, к примеру, марку и технические характеристики, если это авто. И, конечно же, в кабинете будет информация, которая чаще всего интересует людей. За что именно, за какой период и в каком объеме начислены налоги. А если у человека есть электронный носитель денег, пластиковая карта, оплатить счета налоговые тоже можно через личный кабинет. То есть, чем удобен личный кабинет налогоплательщика, вы здесь можете сформировать уведомления, оплатить не только налоги, которые у вас есть на территории Ноябрьска, но также, если имеется собственность на территории Российской Федерации. То есть, не дожидаясь почтового налогового уведомления с другого региона, вы можете зайти в личный кабинет и сформировать, и оплатить его здесь же через онлайн-оплату. Еще одно неоспоримое преимущество личного кабинета, которое касается, если не каждого, то всех через одного, это возможность отслеживать продвижение декларации по форме 3НДФЛ. Проверена она или нет. Если нет, то посредством обратной связи уточнить, почему не движется ваша декларация. Ведь от этого зависят ваши деньги. Эта декларация, если вы заявили имущественный вычет по приобретенному имуществу, либо социальный вычет на лечение, обучение, в данном личном кабинете вы можете отслеживать статус проверки декларации. Проверена либо не проверена данная декларация. Кроме того, личный кабинет поможет увидеть и исправить неточности в данных, если они, конечно, есть. И что очень важно, узнать о налоговых и льготах. Открыть личный кабинет можно в любое время, в любой точке России, так как регистрационную карту выдают специалисты любого отдела налоговой инспекции. Прописка здесь не важна. Ирина Потихина, Виталий Харченко, новости нашего города. Сегодня перед налоговыми органами стоит задача при работе с людьми максимально задействовать интернет-сервисы, которых насчитывается уже более 20. Это помогает и сократить очереди, и в борьбе с коррупцией. К слову, в ноябрьский личный кабинет стал особенно востребован в последнее время. Всего за несколько последних месяцев кабинеты зарегистрировали 500 человек, тогда как за два года таких было всего 2000. Авиакомпании обязали перевозить людей с ограниченными возможностями без каких-либо исключений и оговорок. Наконец-то, после почти четырехлетней борьбы за право инвалидов свободно летать куда угодно, такие поправки внесены в Воздушный кодекс, пишет сегодня российская газета. До сих пор, в том числе и в нашем городе, периодически происходили конфликты, когда авиакомпании отказывались перевозить пассажиров-инвалидов, ссылаясь то на отсутствие нужного оборудования на борту, то на помехи и неудобства, которые такой нестандартный пассажир доставит остальным участникам полета. Теперь в законе прописано требование, чтобы в каждом аэропорту были отработаны регламенты по встрече проводом пассажиров с инвалидностью от места высадки из транспортного средства до посадки, а также в аэропорту прибытия на всех этапах. Пенсионерка отвоевала деньги. Женщине оплатили дорогу в отпуск. Прокуратура выяснила, что в управлении пенсионного фонда ей отказались компенсировать дорожные расходы, поскольку на отдых она ездила за пределы страны, в Украину. Вместе с тем, как поясняют в прокуратуре, данная позиция является заведомо неконституционной, поскольку ограничивает права пенсионеров на отдых, свободу передвижения и свободный выезд за границу. Ноябрьский городской суд с доводами прокурора согласился и обязал пенсионный фонд выплатить пенсионерке компенсацию за проезд в пределах России. Еще одно следствие закончено. Уголовное дело передано в суд. В скором времени будет поставлена точка в громком деле, о котором в Ноябрьске много говорили в начале года. Напомню, в январе выяснение отношений между двумя компаниями молодых людей закончилось кровавой поножовщиной. Все происходило в центре города, на проспекте Мира. Тогда один из мужчин со своими оппонентами решил расправиться с помощью ножа. Удары холодным оружием он нанес сразу трем противникам. Немногим позже в центральной городской больнице один из раненых молодых людей скончался. В ходе расследования по делу было назначено значительное количество сложных экспертиз, которые проводились в том числе и в городе Салихард. Именно этим и был обусловлен тот длительный срок расследования. Обвинение в совершении убийства предъявлено одному молодому человеку. В отношении второго материал выделен в отдельное производство. И его расследованием занимался следственный отдел полиции. В настоящее время второй молодой человек уже осужден и отбывает наказание. Ямал демонстрирует экономический рост. Федеральная служба государственной статистики провела оценку социально-экономического положения региона за январь-май 2013 года. По итогам первых пяти месяцев в округе добыча природного газа и нефти составило 239 миллиардов кубических метров и 9 миллионов тонн соответственно. На 60% возросло производство и распределение электроэнергии. Сельхозпроизводители реализовали больше овощей, скота и птицы. С января по май организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в округе построено 1094 новых квартиры. Кроме того, населением за счет собственных и заемных средств построено больше 9 тысяч квадратных метров жилья. Это хорошие показатели, отмечают в правительстве региона. «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаз» завершил опытно-промышленные испытания нового бурового раствора, который не имеет мировых аналогов и по своим качествам превосходит все предыдущие модификации. Наша съемочная группа побывала на Карамовском месторождении и познакомилась с новинкой нефтебурения. «Мультибур» – так называется новый раствор. Это разработка российских нефтяников. «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаз» опробовал его уже на трех скважинах и убедился в эффективности нового раствора. Его главное отличие от предыдущих углеводородных аналогов заключается в том, что в состав раствора на гелево-эмульсионной основе входят минеральные и растительные масла, и при зарезке бокового ствола с горизонтальным окончанием он дает очень высокие показатели. Достигли неплохих результатов по дебетам. В частности, если взять холмистое месторождение, вернее, в Аргентское, при плановом дебете 20-30 тонн нефти в сутки, получили порядка 112 тонн суточной добычи. Вот и на Карамовском месторождении «Мультибур» подтвердил свою эффективность. Здесь от скважины получили 70 тонн чистой нефти в сутки, а при этом новый раствор обладает очень важными преимуществами по сравнению с углеводородным аналогом. Намного меньше коэффициент трения, и скважину разбуривают за 2-3 дня, что дает экономию времени. Новинка обладает ингибирующей способностью, то есть обезбоживает и укрепляет ствол скважины, что исключает обвалы и осыпание породы. И, что немаловажно, в два раза дешевле углеводородного аналога. Не требует дополнительных мер для утилизации данного раствора. Может использоваться вторично. Он способен удерживать устойчивость ствола скважины при бурении в геологических сложных разрезах. То есть, что, соответственно, сокращает срок строительства скважины. Но главное достоинство мультибура в его уникальной экологической безопасности. Созданный на основе природных масел он не загрязняет нефтеносный пласт, что, собственно говоря, и дает высокие показатели дебета скважины. Отработанный раствор проходит 5 степеней очистки и используется снова, поэтому природа остается практически нетронутой. Это символично, учитывая, что 2013 год экологической культуры и охраны окружающей среды. Мультибур отработал уже на трех скважинах и полностью оправдал надежды ноябрьских нефтяников. Неплохой раствор, и мы будем дальше работать в этом направлении. Будем подбирать скважины, чтобы бурить на данном типе раствора. Тем более получено заключение в этом году с «Газпромнефть НТЦ» положительное заключение об использовании данного типа раствора, так как он отвечает всем требованиям. А раз так, то, скорее всего, у российского мультибура большое и перспективное будущее. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский и Виталий Харченко. Новости нашего города. Сегодня городская добровольная пожарная команда получила в свое распоряжение автомобили для борьбы с огненной стихией. Технику передало региональное управление МЧС. Ее специально пригнали из Надыма. Напомню, ДПК – это общественное учреждение, создано для борьбы с пожарами в отдаленных микрорайонах города, таких как поселок Железнодорожников, Мехколоны, СМП-329, а также дачный поселок Мечта. С момента его создания членам организации приходилось выезжать на происшествие 12 раз. Значит, у команды одна спасенная человеческая жизнь. Надо сказать, от пожарных дружин ДПК тем и отличается, что в их арсенале есть специальная техника. От имени главы администрации Жанны Александровны Белоцкой хочется передать слова благодарности начальнику Главного управления МЧС России ПАИНАО Бессонову Аркадию Леонидовичу за постоянное внимание и поддержку добровольческого движения муниципального образования города Ноябрьска. Она полностью исправна, но я считаю, что она долго будет пользу приносить и тушить пожары. Мы ее доведем, она будет ничем от новой отличаться не будет, мы все-таки полностью ее просмотрим. У нас есть месяц времени на этом, я так отвел, значит, силами личного состава, ну, там еще, может, там кто-то окажет какую-то финансовую помощь, и вплоть до косметического ремонта такого, чтобы можно было поставить ряд с этим автомобилем и стыдно не было. Природных пожаров на Ямале нынешним летом меньше, но расслабляться не стоит. Профильные службы призвали ямальцев соблюдать меры противопожарной безопасности в лесах. В настоящее время на территории Ямала зарегистрирован один очаг локализованного пожара площадью 2 гектара в зоне Красноселькубского лесничества. В его ликвидации задействованы силы и средства Красноселькубского поисково-спасательного отряда. Добавлю, силами и средствами Ямал-Спаса в течение месяца потушено 42 природных пожара. И завершит выпуск краткий обзор свежего номера газеты «Слово нефтяника». Сегодня влияние интернета на наших детей принимает просто огромные масштабы. При этом во всемирной паутине наряду с познавательными сайтами существуют и те, которые негативно воздействуют на психику ребенка или рекламируют запрещенные препараты. Как родителям бороться с этим, читайте на второй полосе издания. Детский церебральный паралич – заболевание, увы, достаточно распространенное, а его лечение очень сложное и занимает достаточно много времени. Недавно в Ноябрьске побывали китайские врачи, специализирующиеся на этом недуге. При этом была достигнута договоренность, что такие визиты станут регулярными. О методах лечения восточных медиков читайте на третьей странице газеты. С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по старости. На шестой полосе «Слово нефтяника» опубликовано подробное исследование нововведений, а также варианты, при которых наши граждане смогут увеличить размер своей пенсии. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. У меня на этом все. Через несколько секунд прогноз погоды. А я желаю вам солнечного лета. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сандверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» Температура плюс 21 градус.